Христос посреди нас, мои родные, любимые, христолюбцы, братцы, сёстры, мужи, отцы святые, жёны вероносецы, всех приветствую во Христе. Всем желаю радоваться в Господе, веселиться и подвязаться в вере и любви. Ну что, давайте помолимся Господу нашему Иисусу Христу. И я хотел бы с вами поделиться одной интересной статейкой, ну, почитать для вас, что нам ещё делать, поразвлекаемся. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Сущий над всем Бог, Творец неба и земли, всеувидимого и невидимого, единый источник жизни и всякого блага, всякого счастья на земле. Господь мой и Бог наш, начальник жизни и податель всего, всего, что есть у каждого из нас. Благослови, пожалуйста, сию трансляцию, сию запись. Уста говорящего, уши всех слушающих и блаженные руки всех печатающих, и что истинно и полезно на пользу каждому, подарованным от тебя талантам, даруй нам. Ибо ты даёшь просто и без упрёков, и да прославишься ты и имя твое святое, которое есть любовь, и да откроется помышление многих сердец, и узрит всякая плоть, славу и величие, а главное, божество твое, воскресение твое, и будут на тебя уповать все народы. В имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Христос посреди нас. Бог живой, всегда между нами. Он ближе каждого к человеку. И никаких посредников между Богом и человеком в Новом Завете нет. Ибо вы помните, как Господь сказал, «Положу Новый Завет между мною и народом моим, и законы мои напишу в сердцах, и в мысли вложу им, и на сердцах их напишу, и будут моим народом, а я буду ихним Богом». Так что Христос, сущий нас всем, благой Бог, любовь всегда посреди нас. Я хотел бы с вами, мне тут братец сбросил статейку, и я хотел бы поделиться и прочитать. Меня даже поразило, она коротенькая, коротенькая. По сути, она удивительная. Мне понравилось, как человек, не оскорбляя, не обижая, не унижая. Просто так красиво подал, меня прям даже поразило. Есть сайт Ахилла такой. Там как бы выкладывают всякие статейки. Ну, есть, конечно, авторы. Сайт сам просто предоставляет площадку, а авторы разные выкладывают статьи. Есть, конечно, там и такие более жесткие, всякие там с оскорблениями. Но мне сейчас сбросили, я прочитал, мне очень понравилось, и я хотел бы с вами поделиться. Ну, и почитать для вас. В полемике с протестантами православные апологеты, апологет – слово «защитник», православные защитники или защитники православной традиции, конфессии, нередко заявляют, что Евангелия были созданы внутри истинной церкви, которые не одолели врата ада. Поэтому никто, кроме нее, не имеет права на эти тексты. И вот эта единственная церковь существует до сих пор и неизменно сохраняет учения апостолов во всей полноте. Давайте представим, каким бы было краткое содержание Евангелия, благой вести о спасении каждого человека, о его прощении грехов, о том, что он может быть с Богом, может быть очищенным, святым, и иметь надежду и уверенность, точнее даже, быть в Царстве Небесном со Христом, быть счастливым и блаженным и в этой жизни, и в будущем. Если бы его писала эта самая христианская конфессия, православная конфессия, ну, он называет церковь, самая церковь. Ну и он красивый, он составил катехизис, или как назвать, краткое символ Евангелия, или краткое Евангелие по-православному. Иаким и Анна 40 лет были бесстрастной супружеской парой. Вследствие этого у них родилась Мария, которой они, как своего первенца, посвятили Богу. Когда Марии исполнилось три года, родители отдали ее в Иерусалимский храм. Находясь в храме, Мария хранила обеты девства, безмолвия и непрестанной молитвы. Когда она стала девушкой, чтобы не осквернять храм, ее вручили старцу-вдовцу Иосифу, у которого были дети от первого брака. Иосиф стал хранителем девства Марии. В доме Иосифа Мария занималась умным деланием и рукоделием. Однажды у колодца Марии явился архангел Гавриил и спросил ее согласия на боговоплощение. Она назвала себя рабой Господа, и поэтому боговоплощение произошло. Мария стала новым одушевленным храмом Бога. Когда Марии пришло время родить, Иосиф отвел ее в темную пещеру, где она родила Бога. Побивальная бабка Соломея объявила, что после родов Мария осталась девой. Поэтому все христиане стали называть Марию Пречистой Богородицей и Преснодевой. С детства Иисус Христос скрывал, что он не только человек, но и Бог. Когда он вырос, то пришел к монаху-пустыннику и постнику Иоанну. Иоанн крестил его, и произошло богоявление Троицы. После этого Иисус собрал учеников и научил их нестяжанию, безбрачию, послушанию, непрестанной молитве, плачу о грехах и сихазму на горе Фавор, а также положению душ за други своя. То есть в священной войне с врагами божьими. Да, вот это прям вообще, это, не знаю, аминь и респект. А также положению душ, вот это, тайный вечер, я действительно, как ее трактует, это прям чудно. Вот Петр меч, возьми меч. Господь ему говорит, меч вложи в ножны, а он уши рубит. Это вот священная война за други свои, да. То есть в священной войне с божьими врагами, с еретиками. Вот тайный вечер, действительно. Только этому Христос и учил уши рубить. И телесно, и духовно. Поэтому и патриоты, и патриоты религиозные, а точнее фанатики, очень любят, действительно, эту тайную вечер в такой трактовке. В это время один из учеников Христа, Лука, написал икону Богородицы с младенцем Иисусом на руках. Богородица благословила эту икону, чтобы все и всегда ее ублажали. Христос также создал свой нерукотворный образ, чтобы от него получали исцеление больные. Образ являл Христа, как бесстрастного античного длинноволосого аскета. Глупые иудеи не понимали, что Христос – это Бог, поэтому они захотели его убить. Тогда Иисус с учениками совершил литургию и таинство, превратив себя в хлеб и вино. Ученики вкусили его тело и выпили кровь. Христос заповедал делать так каждое воскресенье. Ну да, просто до этого дня еще не существовало, потому что, понимаете, что воскресенье, я вам как-то говорил, это именно в честь воскресенья Господа нашего день-то появился, ибо раньше суббота была последним днем. Но один ученик иудей предал Христа и выдал его другим иудеям. Христос добровольно принял страдания на кресте, на котором он совершил исцеление человеческой природы, то есть показал всем пример совершенной жизни. Умер и крестил своей кровью покаявшегося разбойника. Поэтому для того, чтобы усвоить дар спасения, верующие должны всю жизнь распинать себя скорбями и страданиями. Будучи Богом, Христос сошел в ад и вывел из ада всех, кто поверил в его божественность, обманув сатану и сломав адские врата. На третий день Христос воскрес, как написано в Древнем Псалме, да воскреснет Бог. Потом он явился ученикам и объяснил им догматическое богословие и историю церкви, отцетворения мира. Затем он вознесся на небо и соединился с двумя другими ипостасями Святой Троицы, Отцом и Святым Духом. Все это он совершил для того, чтобы верующие могли причащаться благодатных, нетварных, божественных энергий. То есть обоживаться. Через десять дней на учеников Христа во главе с Богородицей сошел Святой Дух и дал им силу для организации церковной иерархии. Апостол Иаков написал литургию. Апостол Павел рассказал о мытарствах и призвал к подвигу непрестанной молитвы. А женщинам он повелел избегать мужей. Все апостолы проповедовали в храме, подавая пример храмовой службы. Когда Богородица уснула смертным сном, апостолы прилетели к ней на облаках. В это время Елиасы Христос изобрал ее душу к себе. Поэтому все истинные христиане молятся Богородице, чтобы она передавала их просьбы к сыну. Потому что больше всех он любит и слушает свою матерь. Поэтому все верующие есть ее малые дети и должны стремиться в храм Бога, то есть ее образ. Ученики Христа отправились в разные страны, где строили храмы, служили литургии, совершали таинства и рукополагали епископа. Епископ Игнатий повелел ничего не делать без епископа и повиноваться ему, как Христу. Святой Дух также может действовать только через епископа. Позднее епископы утвердили все необходимые для спасения догматические формулировки о природе Христа и изгнали из церкви всех нечестивых еретиков. Особенно этим прославился Николай Угодник. Также епископы благословили союз удерживающего и дважды помазанника царя-императора и святой матери церкви, который продлится до второго пришествия. Ну да, союз двух булл духовный и государственный. Тогда Христос Бог заберет к себе все Царство Небесное, всех истинно и право верующих царей и епископов и монахов, а остальных худителей матери церкви и причистой Богородицы воскресит, а затем бросит в озеро Огненное, где они будут испытывать вечные муки. Ну вот, простите меня за смех, хотя на самом деле я не скрываю это, потому что я именно читаю вот где-то так же и вот, может быть, даже меньше, со второго раза почему-то пошло как-то еще веселее. я не вижу здесь ничего не оскорбивающее. Он передает, пишет о православной, да, я, наверное, забыл сказать. То есть, человек, не один год проведший в православии, прекрасно все знающий, не какой-то там сбоку пощупавший, да, потому что, а я почему смеялся, я все это знаю, я все знаю, откуда все эти мысли, цитаты. Вот, ты поэтому действительно поражаешься, если вот так это слепить, это называется Евангелием Иисуса Христа. Да нет, к сожалению, а он начал-то, он молодец, он говорит, что типа вот эти священные тексты принадлежат только истинной церкви. И вот хорошо, что, вы знаете, Господь специально положил еще, я все время думал, ну почему же их четыре, и почему сколько их не пытались слепить, я же сам даже пытался в свое время слепить из четырех одно Евангелие, а потом, я уж почти слепил, потом начал разбираться, оказывается, уже давно все до меня слепили. И там одни из первых, это Ефрем Сирин, святой так, православный там, или какой там, я не знаю, вот, оказывается, еще вон, когда лепили, это третий век, Ефрем Сирин лепил, вот, а закончил этот труд, так скажем, в идеале, это, кто знает, Феофан Затворник, да, то есть вот эта евангельская история о Боге Сыне, кто не знает, вот он его слепил, только почему-то все это никогда не пользовалось популярностью, меня все им поражало, ну почему, вот слепили, ну я вернее тогда узнал, почему, да, вот, и просто я сам, как бы, мне казалось, ну вот бы, правда, все-таки слепить, там какая-то есть последовательность, да нет, я понял, я просто, Господь мне открыл все четыре Евангелия, у каждого есть свой смысл, свои там, вот эти глубокие вещи, которые, я сам, не дай Бог, никогда их, конечно, лепить теперь, вот, я читаю всех, естественно, по отдельности, и вот то, что четыре, уже был образ того, что мы, если где-то будет какая-то подделка, подделки есть, я вам буду показывать, в Матфея, там и так далее, причем такие подделки, вставляют, вкручивают одно слово, реально меняется смысл, вот, мы это с вами, когда-нибудь я буду на христолюбе ролики писать, я хочу записать, там есть такие моменты, вы просто поразитесь, вот, и поэтому Господь положил четыре Евангелия, да, то, что подделать одно, одно-то легко, а четыре тяжело, ты через другие увидишь подделку, что Христос, сам себе противоречил, нет, конечно, вот, и плюс теперь уж, и плюс, естественно, у людей много народов, у нас множество народов, да, множество языков, уже штата переводились, греческие, еврейские, латынь, там всякие, коптские, подкопские, арамейские, и пошло-пошло-поехало, из древних времен, и потом же еще, еще, еще цивилизации, менялись там империи, страны, языки, и все переводилось, переводилось, сейчас вы не представляете, да, да даже сейчас есть русский, американский, китайский, украинский, то есть уже, ты опять подменишь русский, а человек возьмет, какой-нибудь белорусский прочтет, близкий, да, я говорю, даже греческий очень похож на русский, тебе придется все там старославянские менять тексты, то есть подлог сейчас действительно, вот за счет того такого разнообразия, тяжело сделать, вот поражаюсь, правда, хранительница, писание, да писание Господь так положил, что хранится везде, даже мы с вами, вот у каждого есть в доме, сейчас еще и в интернете, на сайтах, можно в файлах, куча копий себе составить, кто уже его подменит, никто никогда, и хранит истину Евангелия, христиане, ибо мы и есть церковь Бога Живого, столпы утверждений истины, христиане, а не культы и не храмы, так что вот так вот, ну понравилось мне очень, я не говорю, он ничего не обидел, он просто особенно, не зря он так в кавычках, вы видели, да, статья сделана, в принципе, вот, он как бы, у него всего лишь вот, шапочка, да, как бы, а потом он делает, берет в кавычки, как будто это вот, краткое Евангелие, я вам скажу, что любой православный подпишется под этим, я вот про что говорю, здесь все абсолютно, все, о чем говорит предание православное, ну, православное, кривославное, там, не знаю, вчера в комментариях писали, что они не православные, не кривославные, а кривоидущие, но это я не знаю, это дело там, пусть каждый, Бог всем судья, кто из нас как идет, вот, мы христиане, пытаемся уподобляться, Христу, в его одежды одеться, Господь сказал, будьте святы, как я свят, делайте, любите друг друга, как я возлюбил вас, апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу, где Христу подражать, да, где апостол Павел отваливается, не подражает, мы не подражаем Христу, и вот он как бы, и здесь все абсолютно, кто против, пожалуйста, вот возьмите статью, я кстати ссылку дам и в описании, вот, пожалуйста, почитайте, это же все действительно, тут все, что православные вот в это вкладывают, про все эти там, что только он не коснулся иконы, все так и есть, вот, ну где-то, конечно, он вкручивает как бы выводы, такие маленькие, маленькие, но я считаю, они безобидные действительно, каждый имеет право, мы даже, даже если ты искренне православный, ты же из всего услышанного делаешь свой вывод, нам все время кажется, что можно какую-то систему создать и все с ней едины, это в любой системе опять будет, каждый человек, это индивидуальность, мы не можем абсолютно думать на все позиции мира один, у нас всех должно объединять, конечно же, что может только в мире объединять, любовь, вот и все, так что вот так вот, я надеюсь, никто не обидится, а уж за смех, простите меня, но это действительно так и есть, и у меня вызывает этот смех, смех не люди, уж тем более не над Богородицей, как над человеком, над женщиной, я смеюсь, да, вы прекрасно понимаете, а над той подачей, что люди искажают, во что люди превращают, в язычество и культ, я думаю, что те святые, вот сейчас Николай Угодник смотрит, как там эти мощи по Москве, прям как раньше, в древо, кто читал все эти, как там все эти, таскали, идолов по всей империи возили, вот это то же самое, я думаю, что Николай Угодник, бедный, там со Христом содрогается, во что люди это все превратили, он говорит, я лучше бы святым бы не был, теперь я виновен в этом идольстве, в таком, если все при жизни, мы должны быть кратки и смирены, как Христос, да, уж о чем тут говорить, во что это все превратили-то, вот, так что, я, смех-то у меня вызывала, конечно, глупость, вот, кто, знаете, мне что-то напомнило, кто читал, может быть, есть, Эразм Роттердамский, он католик, тоже где-то 16 век, с Лютером, кстати, с протестант, основателем тоже протестантизма в Германии, полемизировал, вот он писал, у него есть такой чудный, чудный, тоже брошюрка, я не знаю, как назвать, но побольше, этой статейка, похвала глупости, ой, вот, если я вам там почитаю, там просто все тяжело читать, она так тоже прилично, а вот оттуда кусочки бы, кстати, не мешало бы, так знаете, вот он писал тоже, хотя сам католика, да, и писал о своем же католичестве, вот, ну, как бы, в принципе, он, как бы, он хоть с Лютером и полемизировал на многие темы, потому что Лютер там тоже понесло, всю эту догматику выстраивать уже, как он видит, да, вот, а то, что Эразм сам высмеивал эти католические, все вот эти вещи, тоже многие, это, конечно, и там он тоже чудно писал, вот в таком же духе, мне почему-то это напомнило, вот, ты тоже с таким сарказмом и юмором, вот, но тут какой-то, тут даже сарказм-то я не видел, это меня, у меня вызывал смех, может, ни у кого больше не вызовет, я не знаю, вот, но из кого-то лично, ну, лично я никого не оскорблял, так что уж извиняться мне перед вами, я думаю, что не за что, вот, и мы, если и смотрим, мы смотрим не на людей, а на их мысли, это разные вещи, вот и все, поэтому вот так вот, ну, все, всех храни Христос, всем желаю радоваться в Господе, всем желаю подвязаться в любви, вере, уповании на Господа нашего, и помните, Бог ближе всего к нам, и всегда посреди нас, где любовь, там и Господь, ибо пребывающий в любви, в Боге пребывает, и Бог в нем, нет другого способа иметь части со Христом, он сказал это один раз на тайной вечере, что только кто из любви, то есть добровольно, бескорыстно, любит меня, и подвязается, поэтому в любви, понимав, что это природа бытия, и природа каждого человека, ибо и человек, и все мироздание, есть его и образ, подобие и явление, поэтому неизменный в слове Бог наш, Иисус Христос, это сказал, и надо помнить это, что только из любви, подвязаясь в любви, мы соединяемся со Христом, имеем часть в Него, возрастаем в этом, освящаемся, делаемся блаженными, счастливыми людьми, и это счастье благовествуем. Ну все, всех хранить Христос, пока-пока, подписывайтесь на мои каналчики, кто не знает, и пишите в личку, для общения в Господе. Храни Христос!